Ребят, привет! Вы с Аленой, вы на моем канале. Сегодня мы с вами говорим, сколько кофе, слишком много, слишком кофе много, слишком много, много, много. Что напрягает и почему бывает кофе, ну, слишком много при всей его пользе, при всех антиоксидантов, когда его слишком много. Когда вы чувствуете, что уже проявляется туман в мозге, когда вы чувствуете, что проявляются какие-то уже судороги, когда вы чувствуете, что кофе мешает вам усваивать те питательные вещества, которые вы потребляете. Когда кофе неорганический, когда вы чувствуете, что и так у вас в организме сегодня проблема, вы превысили какую-то гликемическую нагрузку, у вас снизился какой-то эмоциональный поток. Мы помним, что кофе может сужать сосуды и делать их менее гибкими. Поэтому, если вы понимаете, что проблема в кофе достаточно актуальна для вас, и оно повышает артериальное давление, не дает вам восстановления, то, соответственно, кофе слишком много. Одна чашечка в день нормально, хорошего органического кофе нормально, но смотря для кого. Для гипертоника может вызвать даже одна чашечка кофе гипертензию. Но если вы используете кофе слишком много, могут быть судороги, гипокалиймия, гипокальцимия, повышенная тревога, повышенное возбуждение, повышенный страх, панические атаки. И у женщин при длительном использовании, друзья, безуплодие. Также, друзья, если это мужчина, то это может вызвать риски сердечно-сосудистой аритмии. Поэтому, сколько кофе много, одному столько немного другому. Моя норма, например, две чашки в день. Но сейчас я его не пью уже, наверное, около двух или трех недель. Но у каждого своя норма, и это еще не все. Соответственно, кофе может вызвать панические атаки, может вызвать усталость, если вы чувствуете нарушение походки, если вы чувствуете тревогу. Это все о кофе, друзья. И кофе нужно тогда убирать. Вот такая краткая рекомендация. Если вы сталкивались с тем, что вы переборщили с кофеином, напишите. Потому что многие переборщивают и потом находятся в откатах. Пожалуйста, напишите об этом. Потому что многие не знают о том, что кофе может вызвать эпилептический припадок у человека, склонного к данному состоянию. Кофе может вызвать повышенную тревогу и может вызвать пароксизмальную активность. То есть заплетаются ноги, руки и заплетается, грубо говоря, язык. Поэтому, друзья, будьте осторожны. Старайтесь максимально свое кофе распределять в течение дня. И кофе это закисляющий продукт. Если у вас проблемы с закислением, то это будет большая проблема. Пишите.